Мы продолжаем ожидать начала инаугурации Андрея Иванова на пост главы Денисовского района. Но сейчас мы беседуем с депутатом Совета депутатов сельского поселения Баргевихинска Константином Гавриковым. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Александр. Позади Армагеддон под названием «Выборы». Было ли это для вас Армагеддоном или таким дежурным мероприятием? И так, и так, можно сказать. С одной стороны дежурный, с другой стороны Армагеддон. А вы что понимаете под понятием Армагеддон? Ну, для журналистов это всегда работа в особом режиме. Если говорить про выборы отдельно? Ну, выборы как крупное мероприятие. Да, был особый режим. Очень интересные выборы были. Перед тем, как перейти непосредственно к выборам в Баргевихе, пару слов об итогах выборов в Денисовском районе. Как вы оцениваете избрание Андрея Иванова на пост главы? Ожидаемо. А насколько это удовлетворительно для вас? Это покажет время. Ну, а в целом, если сравнивать Андрея Иванова с Александром Гладышевым, насколько это лучше или хуже, или пока рано какие-то оценки давать? Я думаю, что рано. Это будет некорректно, с моей точки зрения, сравнивать сейчас Гладышева с Андреем Робертовичем. Через сколько мне задать вам тот же самый вопрос? Через годик. А сколько, по вашему мнению, вот этот оценочный период для депутата Баргевихи? Оценочный период... Его деятельности. А, его деятельности. Два года достаточно, я так считаю. Какие у вас будут первоочередные шаги в вашем депутатстве Баргевихе? Все написано в моей предвыборной программе. Если перечислять, это долго будет. Насколько мне известно, самая такая яркая проблема, которая, на мой взгляд, добавила вам избиратели, это история с захватом леса и ограждением его под застройку. То, что написано в программе, будем так и действовать. Попытка... Если не попытаемся отбить, значит, мы чего-то не доделали. Выборы в Баргевихе ознаменовались условным провалом Единой России. Согласны ли вы с этим? Если сравнивать с другими поселениями, то есть доля истины в этом утверждении. Вы так осторожно отвечаете, как будто чего-то опасаетесь. Нет, результаты... Нет, я не опасаюсь ничего. Из 10-ти, 3 выдвиженца от Единой России, может быть, это провал. Тем не менее, вы сами являетесь членом партии Единая Россия. И, насколько я понимаю, вас также в Совете депутатов поддерживает Марина Косякина. Да. Таким образом, у вас получается такое двоединство. А поскольку вы являетесь членом Единой России, можно говорить, что это два скрытых члена Единой России, за которые прибавляются к трем уже избравшимся. Таким образом, получается, пять членов Единой России. Немного провокации есть в вопросе, но Марина Косякина никогда не являлась ни скрытым членом, ни настоящим членом. Я членом Единой России являюсь с 2009 года. Скрытости здесь никакой нет. Давайте время покажет. Насколько мне известно, была скандальная история с директором школы или учительницей математики? Я вот просто не помню, была ли она. Учительница математики, она была, когда я учился в этой школе, и она у меня преподавала математику. Кстати, хорошо учились? Хорошо, мы оставим этот вопрос. Скажем так, 11 класс без троек. Скажите, что же там произошло вкратце, вот эту историю? Вкратце началось немного раньше, когда на подсчет голосов перед закрытием участков явились несколько нетрезвых членов комиссии, муниципальной избирательной комиссии, то есть центральной в Барвихе имеется в виду, которые пытались повлиять на законный процесс, правильный законный процесс подсчета голосов. Всячески хватали, ну если отдельно это говорить, хватали, вот лично меня, за руки, повышали тон, пытались привлечь внимание других наблюдателей, и все это именно на мои законные требования соблюсти процедуру правильного подсчета. Потом они удалились, буквально в девятом часу удалились, нам ничего не помешало провести законную и правильную процедуру подсчета голосов. Результат вы знаете. После заверения протоколов около двух часов ночи мы в составе, я, Марина Косякина и еще двое кандидатов, которые не прошли по голосам на этих выборах, отъехали, как это сказать, поужинать или позавтракать уже, наверное, в город Одинцово, конкретно в загородный очаг. Сделали практически уже заказ, буквально там прошло, это три минуты, как мне поступил звонок от Яковлево и Татьяны Викторовны. То есть той самой учительницы? Тот самой учительницы, в данный момент она директор школы. Поступил звонок, разговор велся с ее стороны шепотом. Я разобрал несколько слов. Это «Я боюсь за девчонок», «Протоколы» и «Костя, приезжай быстрей». Через три минуты я был на территории школы, где увидел одного из несостоявшихся кандидатов Блащинского, Андрея Александровича. На тот момент еще и директора ОАО «Барвиха» и до сих пор являющегося членом общественной палаты района. Когда я вошел в помещение избирательной комиссии, спросил у членов, что здесь делает Блащинский, они сказали, что не знают. После этого я принял решение пойти в кабинет к директору школы. Я увидел следующую картину. В коридоре сидел человек, незнакомый мне, а в комнате отдыха директора сидело еще три человека. Среди них как раз вышеупомянут Андрей Блащинский, еще один человек, неизвестный мне, и политтехнолог, который называет себя Сергеем Петровым. Мы поговорили на высоких тонах. Этих подробностей я, наверное, не буду перечислять. Ну, тезисно, какие ваши были апелляции к ним и что они отвечали вам? Тезисно, интересно, что мы здесь делаем и по какой причине мы здесь находимся. В ответ я увидел только раскрытые рты, некоторую растеянность, после чего мне удалось вывезти директора школы из помещения, в котором они ее блокировали. Значит, в этот промежуток я успел позвонить и в полицию, и кандидату от КПРФ, который тоже прошел Сергеевич и Няйову, они уже были на подходе из здания клуба, где они уже забирали протоколы об итогах состоящегося голосования. Значит, когда я отвел ее в помещение избирательной комиссии, в этот момент стали подходить, так скажем, на подмогу другие кандидаты и наблюдатели, и члены комиссии с правом совещательного голоса от различных кандидатов. В том числе приехал, я позвонил на тот момент и Александру Ворожбиту, который у нас одержал победу во втором округе, кстати, он тоже в выдвижении САП «Единой России», он прислал своего представителя, который вместе с моим водителем и в сопровождении полиции доставили директор школы домой. Потом оставшиеся члены избирательной комиссии в школе поехали отвозить в территориальную избирательную комиссию протокол, а оставшуюся Ларису Николаевну мы также в сопровождении довезли до дома. Таким образом, ваш визитный избирательный участок предотвратил возможное исправление каких-то протокол или оказывание воздействия на... Вы знаете, Александр, я изложил суть, я не готов утверждать, что мой приход... Да, это факты, я думаю, что зрители, слушатели и читатели сами сделают этот вывод. Я уже не говорю про нарушения от... В основном, кстати, от пятерки выдвиженцев от «Единой России» происходили на всем протяжении этой предвыборной кампании. Перечислю несколько ключевых, которые являются прямым нарушением и грубым нарушением выборного законодательства. Это использование для агитации госучреждений, в том числе санаторий Барвиха, в рабочее время, детский сад, школа, обзвон сотрудниками ЖЭКа и сотрудниками, а именно воспитателями детского сада, людей на дому, что тоже категорически запрещается законом, использование платных досок объявлений, чем нарушается статья о равенстве кандидатов, ну и так далее и тому подобное. Константин Гавриков, депутат сельского поселения Барвихинское. Спасибо.